Почти два десятка социально значимых объектов в Муравленко полностью адаптированы для людей особой заботы и маломобильных групп населения. Эта работа проводится в рамках программы «Доступная среда». Спортивные школы и комплексы свободно могут посещать все желающие. Спорткомплекс «Лидер» открыл свои двери для муравленковцев в 2021-м. Сегодня его беспрепятственно могут посещать абсолютно все горожане. Для людей особой заботы и маломобильных посетителей здесь созданы все необходимые условия. Данные работы, как таковые, пандусы и некоторые моменты плиток были на моменте проекта. Затем, с момента ввода, ввелся в прошлом году, постепенно, по мере возможностей, мы все усовершенствовали. Во всем здании произведена беспороговая укладка плитки, а безбарьерный вход в «Лидер» обеспечивает пандус. В соответствии с современными нормами оборудованы санитарные комнаты. Поход позволяет по стандартам все. Специализированное оборудование все. Также кнопка вызова персонала, тактильные обозначения. А чтобы существенно упростить подъем инвалидов-колясочников по лестницам внутри здания, есть специальный гусеничный подъемник. Для слабовидящих и слепых посетителей спорткомплекса путь следования в тот или иной кабинет обозначен тактильными напольными лентами. Ощущая ногой, он двигается также до плитки стоп. В спортшколе Муравленко создание безбарьерной среды для людей особой заботы и маломобильных посетителей также одна из приоритетных задач. Первые тренировки здесь прошли семь лет назад. Уже тогда здание было частично оборудовано для людей с ограниченными возможностями. Постепенно его укомплектовали всем необходимым. Теперь спортшколу могут безбарьерно посещать не только люди с инвалидностью, но и мамы с колясками. А для детей особой заботы работает целое отделение адаптивной физкультуры. Тренер спортшколы Муравленко Кристина Докторова занимается с детьми особой заботы уже шесть лет. За это время помогла более чем 30 ребятам улучшить физическую форму и приобщила их к спорту. Один из последних проектов, которые тренер реализовала на грантовые средства компании «Сибур» – уникальный в своем роде проект «Плыви, малыш». Первый раз в таком формате у нас проводится мероприятие. Оно направлено в первую очередь на привлечение деток раннего возраста к занятиям плаванием в рамках отделения адаптивной физической культуры. Это первый проект, который именно задействован с детьми особенными именно такого возраста маленького. Ну и также терапевтическая ванна. Она у нас в спортивной школе находится. Больше в городе такой нет. А в спортивном комплексе «Ямал» тренируются люди с ограниченными возможностями здоровья постарше. Кроме обычных тренировок, квалифицированные тренеры готовят их к сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». «В связи с тем, что у них какие-то заболевания, и чтобы интегрировать себя в общество, они наоборот хотят, жаждят вот этого общения и в первую очередь себе доказывают, что они могут, что они такие же люди, как все». Адаптация городских социальных учреждений в Муравленко ведётся планомерно в рамках программы «Доступная среда». Её реализация продлена до 2025 года. Анастасия Попова, Пётр Князев. Новости Муравленко.